всем привет с вами андрей у нас шатер пиксель данжен прогресс откатился предыдущего сохранения поэтому у меня так и получилось как видите все персонажи недоступны поэтому мы будем начинать с самого начала заодно настройки поговоря им для того чтобы они нам не сильно мешали так сейчас пара минут я настрою по-быстрому все для себя под себя вот собственно настроился версия у нас 254 собственно 1 уровень воин нам даже еще основное меню его не дают нам подсказывают что справочник у нас присутствует вот собственно у нас все открылось основной инвентарь единственно нас не раскиданы кнопочки давайте сразу их раскидаем настройка панели брось так шрифт какой-то странный давайте шрифт вернем и масштаб интерфейса побольше поставим эту надо вибрацию включить системный шрифт убрать панели развернуть как-то так начинаем двигаться у нас первого уровня сразу сходу змея убили змею нам подсказывает что нужно исследовать для этого можно умножать лупу нашли сходу сундук это обычный сундук и крысу давайте разбудим крысу заберем сундук сразу крыса спит давайте разбудим видим еще змею давайте змею убьем змею мы не смогли убить сундук у нас не мимик ждем змею убили змею увидим то что у нас здесь присутствует ловушка с дротиком давайте ее используем как верил сундук можно открывать видим еще одно забили еще одну крысу даже второй уровень еще пока не опнули видим спящую крысу давайте разбудим разбудили крысу опыт конечно медленно идет но все таки видим еще одну крысу давайте с помощью ловушки еще подраним собственно убили крысу тут как вариант можно нам обязательно будет интуиция ветерана качаться в обязательном порядке также провокатор в принципе неплохое спорят две единицы погоду не сделают ну три хп в принципе особо тоже но в целом неплохо выглядит двигаемся дальше а у нас что он там есть этаж давайте посмотрим это таинственный сад у нас у нас все отображается вот видите у нас таинственный сад отображается здесь на таинственном саду если он у вас есть можно семена наутать росинки если выиграть без испытания росы также пустофрукт при наличии полезная вещь особенно последний пустофрукт нам новый совет дают обыскивай каждый уголок ну это такой тонкий намек что дверь где-то здесь это кстати говоря овечья ловушка ее можно нажать она не особо страшная как могло показаться давайте подождем этого гнова разведчика мы открыли рогу первый класс у нас доступен победили 10 врагов у нас первая медалька у нас первый алхимический котел можно найти на третьем четвертом уровне подземелья в любом случае алхимический котел мы найдем рано или поздно поэтому за это можно особо не переживать собираем все по возможности мы нашли зелье исцеления кстати по поводу того что воин может опознать он опознает свиток исцеления зелье точнее свиток опознания зелье исцеления и свиток ярости он опознает это что очень полезно особенно по исцелению непонятно что здесь поэтому давайте исследуем заберем у нас присутствует камень интуиции разработчик его немножко подправил вот теперь он у нас чуть лучше работает чем раньше поэтому его можно использовать мы открыли охотницу у нас остался маг и собственно дуэлянт насколько я помню на дуэлянта можно прокачать на плюс 2 любую способность точнее оружие например обратите внимание урон 0 смешно рабочий геморист синие зелья возможно а я чуть штупанул собственно убили и я призрака не рекомендую сразу брать потому что сначала исследуете уровень потом вы бы возьмете призрака взять его всегда вы успеете он от вас никуда не убежит все равно собственно забили нам подсказывают что есть еще есть один переходик здесь скорее всего дверь будет в уголке на самом деле ответвление такое первый раз встречаю тем лучше для нас наш персонаж проголодался я рекомендую есть на 50 процентах еды то есть когда у вас 50 процентов в нашем случае это 14 единиц вы можете кушать учитывая что вам крыса выбила хп можно сейчас поесть также для еды стоит взять способность вот этого по крайней мере начали она будет очень полезна это у вас хп немного крысы дамажит сильно способность вам поможет собственно следующий уровень давайте импульсию ветерана качать на плюс два собственно круговая локация как вариант можно овечью ловушку использовать но она для вас будет бесполезно давайте возьмем призрака призрак на втором уровне это у нас змея подошла призрак на втором уровне это у нас крыса вот нам говорят что чтобы ее убить нам нужно избегать вони сражаться в воде на самом деле от крысы нужно двигаться потому что она вас парализует если вы будете с ней стоять даже в воде потому что от нее исходит парализующий газик вот он собственно вот видите я вроде нихрена не делала меня она парализовала видите то есть ведь опять парализовала меня то есть от крысы нужно двигаться постоянно хотя я вроде по скорости не проседал собственно тут стоит наверное брать броню если есть возможность либо оружие пока не ясно давайте посмотрим что он нам предложит он нам предлагает скимитар либо броню ну в принципе нам и то и другое может помочь скимитар также про розу он говорит скимитар в принципе достаточно бодрое оружие для 14 тира то есть это для гладиатора она в принципе быть не плохо ну кольчушка она слабовата конечно у нас больше будет лучше поэтому я думаю кольчушка не самый лучший выбор хотя я рекомендую для смотря каким классом вы планируете играть дальше если вы планируете играть гладиатором то я рекомендую играть через защиту если планируете играть берсерком то я рекомендую брать атаку в основном потому что берсерку нужна очень очень сильная атака у него повышение урона от атаки то есть он просто больше дамажит элементарно в принципе можно взять кожаную переодеться будет скимитар мы рано или поздно найдем либо не брать ну давайте мы не будем изменять традиции броня напряжение неплохо плюс один шикарно напряжение на что вы понимали руна напряжение это накапливание энергии при попадании по вам то есть для палочки если бы она у нас была это было бы шикарное зачарование но у нас нет палочки нам его пока не выдали вот поэтому мы двигаемся дальше тут если я правильно понял одно из зелий будет зельем силы жалко у нас нет общей истории где можно было посмотреть какой мы последний подбирали собственно нам осталось открыть использовать свиток и собственно экипировав оружие 2 тира или выше без штрафов на силу экипировать оружие чтобы его открыть собственно скорее всего лазурное чтобы прочитать скорополох это самый полезный из всех что вообще есть скорополох полезная вещь потому что скорополох замедляет время вокруг вас и вы можете двигаться с удвоенной скоростью ну чисто теоретически давайте используем это зелье это оказалось сила отлично собственно ну на начале это не любит пить силу вообще полностью потому что ну лучше вы вряд ли что-то найдете поэтому открепляем сразу и прикрепляем сломанную печать к нашим экипировки то что выдали нам скажем так броню которая уже зачарованная это неплохо по крайней мере нам же проще по понятным причинам гноу будет сопротивляться своему убийству нам даже что может 200 монет поймали заодно играет неплохо получили глючик видим еще одного гнола давайте его подождем собственно муха один из самых серьезных противников если неправильно драться он вам вас накроет чтобы драться с мухой вам нужно бить его именно в дверях как бы смешно не происходило потому что любым другим методом вы скорее всего и проиграете исключение могут составлять лишь только проецирующие боссы проецирующие босса лучше бить между дверями в узком проходе проецирующие боссы проецирующие муху имеется ввиду раскайтили гнол шамана собственно берем экипировку ветерана на двоечку видим первого краба как на самом деле очень опасный противник один из самых опасных кого мы могли бы встретить давайте подождем он делает от него бегать бессмысленно потому что он быстрее вас на начале поэтому чтобы вы не делали он вас догонит поэтому с ним надо просто стоять и драться не по возможности как можно меньше урона получить при этом муха принцип похожий бьем ее в дверях можно ее конечно зажать то есть между дверью и собственно вот бить и вот именно в этом месте а муха находится собственно рядом здесь вот между дверями это неплохое решение собственно у нас отдаленный колодец тоже отдать что вообще себя представляет отдаленный колодец эта комната с ништяками скажем так с лутом где который он может быть как проклятый вам об этом скажет призрак когда вы упадете так и не проклятый тогда все приметы можно сто процентов одевать собственно могилку давайте и активируем как собственно активировать правильно могилы встаете таким образом что вокруг вас был как можно мимо больше предметов вот например тут с левой стороны статуи сзади у меня стена собственно открываем могилу у меня появилось два призрака открыли бы мы по-другому у меня появилось бы больше призраков призраки у них их можно убить как магии так и неожиданная так мы использовали неожиданно только для того чтобы убить призраков и собственно мы нашли броню цветения опознавай предметы на самом деле опознавать его стоило бы но опять же нам с него с ним с него проклятие нужно сначала снимать потому опознавать конечно интересно но не настолько нам скорее почистить этот предмет нужно и снова нововведение которые мне понравились от разработчиком это его на отношу вот собственно сейчас я а у меня не показано да я не открыл алхимию ну в общем свитки расщепляются на свитки снятия чар расщепляются на очень много народу давайте покушаем убили змею у нас еще крыса давайте я тоже разбудим проснись крыса но слава тебе господи собственно открыли дверь тут рядом с нами ловушка газовая присутствует также присутствует отдаленный колодец на чтобы в него упасть я рекомендую сначала открыть дверь таким образом ну то есть чтобы вы видели где следующая комната чтобы вы могли убежать случае чего то есть вы открыли посмотрели и вот только потом падать но опять же для того чтобы упасть вам нужно использовать собственно больше здоровья как минимум то есть вам нужно будет восстановить свое здоровье причем падать комната того стоит в любом случае поэтому давайте падать снять кровоток можно но у нас в данный момент не получится сделать поэтому мы просто будем ловить урон кровотока как вы видите здесь собственно не было призрака темного который из могилы появляется и поэтому мы можем смело использовать как вы понимаете у меня нет места поэтому нам нужно что-то выкинуть я зачем то переодел броню видимо думаю что мне розу стоит поднять и ведь даже если она вам не нужна вы можете и превратить во что-то другое с помощью цветка превращения поэтому роза будет полезная вещь у нас собственно плюс один уровень сложно сказать что конкретно взять на начале вообще рекомендуется конечно вот это брать когда вы уже прошли начало это особо брать не стоит но единственный порог сила воли так называемая плюс 2 порог щита печати давайте возьмем на плюс 2 x на будущее собственно видим еще одну слизь давайте опинаем блокируем блокируем слизь какая сильная все блокируем там вау на самом деле это очень плохо потому что тут два краба это прямо капец как плохо собственно сбросим один предмет то чтобы он нам не мешался заберем засохшую розу она сто процентов не проклятой потому что мне было призрака мы собственно победили у нас персонаж как видите проголодался давайте покушаем красный значок это наш персонаж проголодался желтый значок это наш персонаж как бы слегка проголодался ждем муху муха решила что она нас не увидела давайте подождем еще раз на собственно еще один доспех непонятно что он из себя представляет ждем слизь в дверях слизь блокирует урон поэтому ей максимально урон который можете носить 7 единиц смотрим на предмет мимика открывать его можно собираем собственно кожаная броня но мы поднять не можем у нас недостаточно места нам бы в идеале все опознать но нам по как вы видите не особо сильно дают давайте используем свиток эта картография неплохо это скорее всего свиток улучшения поэтому мы улучшаем на плюс один и собственно мака разблокирован у нас посмотрим у нас нет пока возможности видим краба давайте мы с ним подеремся крабы пока спят не будем их будить пускай спят собственно пустофрук нам не особо нужен данный момент краб проснулся зараза где подеремся с крабом краб нам дал собственно кусок мяса который мы сможем использовать для дальнейшего продвижения видим еще крабов собственно мы достигли шестого уровня качаемая сила советы от разработчика как вы помните я уже собственно делал гайд по советам от разработчика так называемого лор игры как и советы если вам интересно можете посмотреть в отдельном плейлисте в таком всегда находится один и тут в большинстве случаев либо кольчуж либо броня что в большинстве случаев либо оружие у нас недостаточно места я тупанул в этом вопросе поэтому нам придется сюда еще распределять а собственно ловушка давайте сразу посмотрим это замораживающая ловушка давайте у нас очень очень много предметов давайте мистический грифель пока выкинем а как и свитки собственно улучшения они нам тоже не нужно давайте разбудим краба подождем пока его величество проснется собственно краб проснулся у нас плюс 2 и 2 ячейки давайте заберем кольчужку я сказал заберем кольчужку мы забрали кольчужку непонятно что она себя представляет поэтому мы ищем алхимик в данный момент нашли гнолла разведчика ничем он особо не примечательно единственное собственно краб с крабом аккуратнее как видите у него успел нам даже лишний урон внести что не айс вот еще один краб давайте ждем его собственно убили краба тут кто-то еще идет это муха как вы помните с мухами мы деремся в дверях поэтому деремся в дверях с мухой если у вас есть удача в любом виде то есть шанс того что муха вам выдаст другой предмет бонуса вашей удачи разумеется газовую ловушку мы уже с вами видели это вор непонятно что он здесь забыл но все-таки на ворова должен быть со следующей локации смешно как догнать вора которая тебя убегает офигеть у нас опять нет места обратить внимание мы можем одеть кольчужную броню давайте переоденем она плюс один на самом деле это неплохо то есть 13 броня то есть мы в принципе сможем следующую уровень переодеть сразу же что очень удобно давайте выкинем лишнее что касаемо меча его стоит прозвонить на предмет того что он будет из себя представлять также нам сейчас мы скорее всего все будем расщеплять либо расщеплять либо развеивать в плане вот например ярость стоит разве видите все остальное можно расщеплять будет в алхимике имеется ввиду в алхимическом котле собственно что как здесь открывать здесь очень просто встаете между двумя могилами по-другому у вас не получится открыть и тут в любом случае даже будет около трех призраков поэтому вам нужно будет их каким-то образом убить деремся со слизью собственно у нас плюс один уровень и качаем перенос рун собственно убили подбираем баллаз баллаз полезная вещь он 13 тир правда имеет но все-таки это замедление передвижения врагов он делает встаем максимально что вокруг нас было много стен и много объектов собственно как видите у нас два объекта соответственно у нас два призрака будет максимум собственно тут золото давайте ждем 1 2 убили обоих подняли золото видим еще слизь давайте слизь запинаем запинали слизь хорошо я не думаю что у нас будет лучшая экипировка имеется в плане того что кожаная броня поэтому я думаю она просто честь для продажи пойдет для нас она не актуальна как видите у нас должен быть ключ на у нас почему-то нет ключа до сих пор что она ключ до туплю ключ у нас находится рядом с комнатой с выходом поэтому его сложно пропустить еще одно зелье исцеление нам дали берем ключ идем к алхимику у нас опять напал краб от него как я буду помнить убегать не стоит если только у вас нет преимущества по скорости на начале у вас не будет преимущества по скорости нам дали первую страницу алхимии на самом деле это очень полезная страница алхимии поэтому рекомендуется ее максимально по возможности использовать ну в принципе ничего из не нужно из свитков на начале поэтому мы смело можем все расщеплять механику который добавил наш разработчик то что свитки опознаются как видите то есть мы его расщепили он опознался мы его расщепили он опознался что очень очень хорошо делаем свиток предсказания и еще расщепляем два свитка собственно свиток колыбельный это конечно плохо что мы его расщепили но все-таки и свиток превращения один из самых полезных свитков которые могли мог бы быть делаем себе еду для того чтобы она у нас просто была в наличии это мясной пирог собственно нам дали какой-то достиженец а также мы можем расщепить собственно склянки которые здесь присутствуют собственно коричневое зелье заодно узнать что это зелье ускорения бирюзовые зелье это зелье очищение кстати это очень плохо и холод ну холод сомнительный факт том что мы что-то распознали можем еще одну распознать для того чтобы у нас просто было в наличии зелень невидимости тоже полезное зелье можем также себе сделать треньку давайте посмотрим нам предлагают на выбор хаотичная курильница какая-то на данном уровне таксуар будет проводить поблизости вредный газ каждые 300 ходов газ появится чаще когда враги поблизости и меньше в тесных пространствах при более высоких уровнях этот газ и будут более эзотическими и мощные но вообще это интересно но газы вас сами будут вас у вас же убивать поэтому тут в момент такой сложный но в принципе остальное мы смотрели уже месяцами 13 лис на клевер это приносение блокировки урона игра чаще играть среди значения как правило x аксессуар а сколько для улучшения улучшение написано респаун противников аксессуар уменьшит количество противников днем с 8 до 8 вечера на 5 процентов увеличит ночью с 8 вечера до 8 утра на 25 на самом деле стоит брать именно его чтобы увеличился респаун противников для того чтобы он просто ну на пушкурильщица она конечно неплохо смотрится но газ будет носить урон вам газ кстати ну полезная штука но опять же его каждые 300 ходов сложно но вообще чисто если посмотреть то газ конечно интересная механика это по сути говоря как палочка коррозии только не понятно какой области поэтому давайте вместе с вами заодно и посмотрим что это за хаотичные курильщицы я бы конечно сам выбрал бы это пространственные часы если бы в соло играл но давайте посмотрим хаотичные курильщицу посмотрим что это за газ на речь он нас не убьет то это будет просто смешно 6 энергии переход на следующий 150 ходов давайте его сразу на максимум попытаемся скачать 8 каждый 100 ходов и каждый 50 ходов на я правильно понимаю а каждый 75 но давайте посмотрим газ на максимум пускай будет заодно и посмотрим что это за газ и что он будет из себя представлять насколько он будет вредный и так далее что касаемо свитка собственно магической карты его можно было бы расщепить тоже за ненадобностью давайте прожмем свиток предсказания нам далее некоторые кольца и пару зелий то парализующий газ и опыт кольцо богатства и урона на самом деле не самые полезные кольца но все таки давайте посмотрим распозналась ли у нас нет у нас пока не распозналась свиток снятия чар мы его просто не элементарно еще не нашли как вы видите то есть еще не опознана на поэтому ожидаем собственно также у нас есть призрак но я думаю он нам скорее мешать будет чем помогать учитывая то что у нас газ жди 75 ходов то для призрака это будет плачевно что касаемо проклятия возможно у нас у нас 12 сила в теории мы могли бы одеть меч но может быть проклятый мы я думаю жижу и с этим мечом запинаем потом переоденем этот меч ну что стоит собрать все остальное ну собственно можно двигаться к боссу но это будет уже в следующей серии